Всем привет! Вы на канале Украина-365. Согласно видео и данным из открытых источников, ночью наши дроны попали в ряд нефтеперерабатывающих российских заводов, а также военные объекты врага на территории Краснодарского края. А именно аэродром в Йейске и учебный центр противовоздушной обороны вблизи этого аэродрома. Что касается последнего, то речь о 726 учебном центре противовоздушной обороны сухопутных войск. По данным осинтаналитиков, обнародовавших спутниковые снимки этого объекта, спутники НАСА на территории этого объекта зафиксировали по меньшей мере три пожара. И также продолжаются успешные атаки украинских дрона по нефтеперерабатывающим российским заводам. Ночью были поражены сразу три объекта. В частности, речь о НПЗ Краснодар Эко-Нефть, который является единственным в РФ производителем топлива Т1 повышенной плотности для реактивных двигателей. Поражение завода локализовали осин-специалисты из Киберборушно. Кроме того, сообщается об ударе беспилотника по территории Ильского НПЗ, также в Краснодарском крае. Также есть данные об атаке на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Позже о ночных ударах по противнику рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Они сообщают, что силы обороны ночью атаковали Афибский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. Также были нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки в Брянской области и Крыму. Кроме того, нанесен успешный удар по местам хранения и подготовки к применению Шахет-136 «Герань-2» учебным корпусом, пунктом управления связи расчета в этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае, сообщили в Генштабе. Российские ресурсы жалуются на потерю вертолета Ка-29. Как сообщается, он был сбит сегодня в Анапе. Ка-29 занимался поиском бэков. Один из наших панцирей нанес удар по вертолету. По предварительной версии, из-за неисправности системы свой-чужой. Я не стану озвучивать каких-то версий. Пусть разбирается контрразведка и следствие. Погибли четыре человека, пишет один из ресурсов. Файтер-бомбер, известный своим «Вечного полета братья», пишет, что сбит Ка-29 был благодаря новой тактике, которую применили в ССУ. У НАТО будет военная миссия в Украине. Об этом в пятницу 21 июня заявил скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик подчеркнул, что Венгрия, конечно же, не примет участие в миссии. «Минимальной цели мы достигли. Я договорился с генсеком НАТО, Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия в Украине, но в Венгрии не примет в ней участие», – рассказал Орбан. Премьер добавил, что машиниста убедить не удалось, а поезд остановить под силу только бывшему президенту США Дональду Трампу. На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, чтобы снизить нагрузку на США. Об этом заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он сообщал, что оружейные поставки в Украине станут обязательными для стран-членов НАТО. Министерство обороны Беларуси провело внезапную проверку готовности соединений и воинских частей своих вооруженных сил. К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Об этом 21 июня сообщила Пресс-служба оборонного ведомства. На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Говорится сообщение. Для проведения проверки были использованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. По информации российских СМИ, проверка готовности белорусских вооруженных сил проходит на фоне второго этапа учений нестратегических ядерных сил России и Беларуси, начавшегося 11 июня. В ходе этих учений военные союзных стран отрабатывали подготовку к боевому применению такого оружия, как комплексы «Искандар» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В Кремле утверждают, что учения проводятся на фоне напряженной обстановки и враждебных действий со стороны европейских столиц и Вашингтона. При этом российская страна считает важным демонстрировать свою готовность к реагированию на возможные угрозы. Эти мероприятия также связаны с разрешением Запада на использование своего оружия для ударов по территории России, что делает вопрос поддержания боеготовности особенно актуальным. США тем временем разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины. Об этом пишет политику. При этом официальные лица США отмечают, что это не является изменением политики Вашингтона относительно запрета на удары вглубь России и предоставленным штатами оружием. С тех пор, как США разрешили удары по целям вблизи границы с Харьковской областью, украинские войска по меньшему мере один раз использовали американское оружие для удара по территории РФ. Тогда были уничтожены цели в Белгородской области. Но украинские и другие европейские официальные лица давили на США, чтобы те еще больше ослабили свои ограничения, позволив в Украине наносить удары по целям в любой точке России. Советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью PBS, что соглашение с Украиной об ударах американским оружием по России распространяется на любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить больше украинской территории. «Дело не в географии, дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть на свои территории на Украину, есть смысл лишь в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней через границу», — сказал он. Два американских чиновника на условиях анонимности подчеркнули, что разрешение Украине наносить удары по территории России в ответ на огонь с любой точки границы не является изменением в политике Белого дома. «Сначала этот шаг рассматривался только в контексте харьковского наступления РФ, но это не исключает возможности нанесения ударов в ответ на другие трансграничные нападения», — сказал один из чиновников. Как известно, удары по целям на территории РФ с использованием западного вооружения разрешили не только США. Это решение также поддержала Германия. Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию. Ранее президент Франции Монель Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ. Он также выступил за разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых оккупанты атакуют украинские города. Кроме того, разрешение на удары по РФ западным оружием поддержали в Польше, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Великобритании, Дании и ряде других странах. В администрации президента Южной Кореи предлагают поставить Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм, системы ПВО и другое оружие в ответ на военно-сближение России «Скандер». Об этом пишут местные СМИ. Ранее МИД Республики Корея вызвал посла РФ и выразил ему протест в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и «Кандер». США усилили присутствие стратегических сил в азиатском регионе после визита Владимира Путина в «Кандер», по итогам которого Москва и Пхеньян восстановили военный альянс, созданный в начале 60-х годов прошлого века. Группа ядерных бомбардировщиков B-1B была направлена на базу Гуам в западной части Тихого океана, сообщило в четверг Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил. Сверхзвуковые самолеты, способные нести бомбы весом до 34 тонн, прибыли, чтобы продемонстрировать готовность к реагированию в поддержку союзников, партнеров и друзей, подчеркнули там. Бомбардировщики будут выполнять плановые миссии бомбардировочных оперативных групп, говорится в сообщении командования. Вместе с этим сообщается, что практически одновременно на Гуам впервые за два года прибыли атомный авианосец ВМС США Рональд Рейган, а также ракетный эсминец Роберт Смоллс. О переброске стратегических бомбардировщиков на Гуам стало известно на следующий день после того, как Путин завершил первый за 24 года государственный визит в Кандер. В Пхеньяне, где российского диктатора встретили парадом, колоннами людей вдоль дороги и портретами на домах, Путин пописал соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Кандер. Документ предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора, говорил Путин, завершая поездку. Он также добавил, что Москва не исключает для себя, в том числе, военно-технического сотрудничества с Кандер, которое запрещено санкциями ООН. В новый договор был включен пункт, дословно повторяющий текст соглашения, которое было заключено в 61 году прошлого века тогдашним председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым и председателем Кабинета Министров Кандер Ким Ирсеном. В нем говорится, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Договор говорит о намерении Путина создать коалицию с участием Кандер, Ирана и Сирии, а это ясно показывает, где на мировой арене оказалась Россия, заявил четверг директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома. Власти США тем временем считают, что Китай раздели беспокойства Вашингтона относительно договора о стратегическом партнерстве между РФ и Кандер, поскольку это соглашение прямо противоречит заявлениям относительно приверженности Пекина дипломатическому урегулированию в Украине, который недавно делал китайский лидер Си Диньпин. Соответствующее заявление сделал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В Вашингтоне добавили, что обеспокоенность относительно договора между Москвой и Пхеньяном должна возникнуть у любого государства, которое заботится о безопасности в Миндо-Тихоокеанском регионе и придерживается решений, принятых с ОБЕЗом ООН. Между двумя странами, расположенными в Центральной Азии, Узбекистаном и Кыргызстаном, был заключен договор с Канера о возведении ЖД-путей в Европу. Причем, как отмечается в материале издания The Moscow Times, эта железная дорога в Европу будет построена в обход государства-агрессора Российской Федерации. Отмечается, что соглашение по проекту, которое обсуждалось между Ташкентом, Бишкеком и Пекином на протяжении 27 лет, было подписано сторонами в столице Китая 6 июня. Строительство данного проекта должно начаться в октябре этого года. Как отмечается, железная дорога будет являться частью масштабной инициативы КНР «Один пояс, один путь». В свою очередь, президент Узбекистана заявил следующее. Согласно данным специалистов, годовой объем грузовых перевозок по данному пути будет достигать 15 миллионов тонн. Срок же доставки товаров конечным истребителям будет сокращен на 7 дней. Помимо прочего, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, терминалы и склады. Политики Кыргызстана, а по этой стране будет проложена основная часть маршрута, ратифицировали соглашение с Китаем и Узбекистаном относительно возведения данной дороги 19 июня. Примечательно, что между государствами для прокладки кыргызского участка ЖД-магистрали будет создана совместная проектная компания. Китаю в ней будет принадлежать 51%, а Узбекистану и Кыргызстану достанется по 24,5. А тем временем З-каналы плачутся, что Россия окончательно потеряла Су-57. Как сообщает канал Кремлевская табакерка, истребитель Су-57, поврежденный ударом дронов на аэродроме в Ахтубинске в этом месяце, не получится отремонтировать. «Специалисты пытались что-то исправить, отремонтировать Су-57 не получится. Там остались целые детали, их использовали для ремонта других самолетов», – сказал нам источник ВКС, – говорится в сообщении российского АЗ-канала. Другой высказал надежду, что потеря такого ценного самолета, а также потери в авиации, который мы понесли в результате удара по другим аэродромам, наконец-то заставит всех, кто за это отвечает, навести порядок с ПВО. «В детали он вдаваться не стал, чтобы не давать информацию противнику», – пишет канал. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик, и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила! Субтитры создавал DimaTorzok